Давайте мы сегодня продолжим по поле автовитной постановки, и мы закончили там на поле автовитной постановки, и мы продолжим по поле автовитной постановки. И мы продолжим по поле автовитной постановки. Я просто напомню, что здесь, в этих шифрах, способ шифрования. Есть открытый текст x, который символы электромокрутических. Есть шифрованные тексты, у которых символы взяты из того же автовита. То есть и x, и y, и хам, и r, они принадлежат одному и тому же автовиту из-за символа. И, соответственно, секретный ключ. Мы пока не говорим, как влияет нашу гамму. Это разные способы будут. А сам способ шифрования происходит с помощью этой последовательности гамма. Вот эта последовательность гамма, которая ключ или из ключа она выходит. Это, может быть, более общая, из ключа. Она есть последовательность гамма. И мы здесь специально оставим место, чтобы записать их подряд. И тогда у нас шифрованный текст получается просто здесь суммированием. Суммированием по модулю числа букв в алфавите. Ну и, естественно, остаток берется от нуля, даем его усидеться. Вот. И получается шифрованный текст. То есть это у нас зашифрование. Зашифрование. Так происходит. Разшифрование. Разшифрование. У получателя, который получил шифрованный текст, имеется ключ, который позволяет ему тоже генерировать или, лучше сказать, выработать вот эту последовательность гамма. Ну и расшифрование происходит следующим образом. Имеется шифр текст. Y1 и так далее, Yn, гамма. Почему так? Подписывается под шифр текстов. И по разрядам потом здесь складывалось. И, соответственно, теперь будет, чтобы получить открытый текст, эта гамма будет вычитаться из шифрованного текста. И мы в результате получаем открытый текст. То есть здесь у нас вычитание идет тоже по модулу M. Теперь давайте уточним, как же вот эта гамма вырабатывается. Ну, в общем случае, гамма это... Т.е. в общем случае... Соответственно, в общем случае имеется секретный ключ. Имеется секретный ключ. Ну, вообще говоря, какой-то конечный. И гамма вырабатывается из секретного ключа и, соответственно, некоторые функции. То есть это будет пульс от ключа и позиции. Позиции символа гамма в тексте по счету. В общем случае... Ну, давайте теперь, чтобы было ясно, что здесь происходит, возьмем некоторые конкретные шифры, которые использовались в классической криптографии. Ну, мы уже, впрочем, практически все это смотрели. Ну, давайте поэтому я очень коротко посмотрю. Ну, самый, пожалуй, известный шифр, который шифр гаммирования, шифр Виженера. Ну, это где-то середина шестнадцатого века. Ну, впрочем, даже шифр Цезаря можно отвести к разряду шифров гаммирования. Только в этом шифре Цезаря все вот эти гамма, они будут одни и те же, независимо от позиции. Ну, в общем случае, конечно, не так. Вот шифр Виженера 300 лет не мог быть расшифрован, даже не знали способ, как это сделать, расшифровать шифр Виженера. И только в середине девятнадцатого века были предложены просто теоретические способы, как это сделать. Но сейчас у вас лабораторка, вы, соответственно, это делаете. Значит, в шифре Виженера секретный ключ. Это была непосредственно некоторая последовательность. Может быть, даже в скобок давайте напишем ее. К1, К2, КФ. Ну, где Ки также принадлежат к тому же самому алфавиту. Ну и, соответственно, мощность ключевого пространства здесь у нас получалась в результате секретный ключ вот такой. А как будет гамма вырабатываться? Ну, вы уже знаете, когда вырабатывается эта гамма в шифре Виженера. Мощность ключевого пространства и количество возможных вот этих секретных ключей. Ну, если я дал фильтр за букву, то это будет М в степени Ф. То есть, вообще говоря, очень большая мощность. Ну, если вы возьмете контактный алфавит, допустим, М в 32 буквы, а R в 20, то R в 32. А R поменяется в 20, мощность ключевого пространства у нас получается 32 в 20. 32 это 2 в 5. Ну, соответственно, будет 2 в сотой степени. То есть, 2 в сотой степени. Такое количество ключей и при современных компьютерах перебрать невозможно. Ну, тем не менее, у вас в лабораторке несколько меньший размер, там 13, 14, может 15. Но все равно это уже на пределе или за грани того, что можно перебрать на современных компьютерах. Ну, тем не менее, вот вы его взламываете другим способом. Несмотря на такое огромное число ключей, этот шифр имеет слабость. Слабость. Именно такую слабость. А именно слабость в ту, что очень простой способ выработки вот этой гаммы. То есть, гамма здесь у нас получается следующим образом вырабатывается из этого ключа. Просто берется К1, К2 и так далее. Хр, Кр. Дальше если Хр плюс 1 и так далее. Ключ повторяется. К1 для Хр плюс 2, К2 и так далее. То есть, опять повторяется. То есть, гамма просто берется этот ключ. Раз, два, блоками строится эта гамма. Очень простой способ построения гаммы. И шифр в результате оказался по современным понятиям нестойкий. Ну а дальше все делается так, как и раньше. То есть, ну это можно сказать, ключ и гамма тут практически так же действия. То есть, суммирование по модулю М с ключом. И, соответственно, расшифрование так же делалось. Только вычиталось. Шифр в движении. Вот. Это был очень популярный шифр и использовался на протяжении до середины XX века активно. В том числе использовались и революционерами, и учеными, и военными. Ну и понятно, что если период здесь очень длинный, то перебор ключей получается невозможен. Но запомнить такой ключ бывает очень сложно. Очень сложно, поскольку запоминать набор случайных символов сложно. Поэтому часто для того, чтобы этот ключ запомнить, брались какие-то известные правды. Ну это, естественно, позволяло соответствующим криптографам шифр и взламывать. Это так называемые словарные оттанки, когда ищут слова, которые могут встретиться в ключе. Ну, в частности, вот известен случай, когда социал-демократы русские зашифровались с помощью очень длинного ключа. Этим ключом был просто лозунг социал-демократов в борьбе, обретенный право свое. И это жандармери, специально этот отдел занимающийся криптографией и криптоанализом довольно быстро догадались. Хотя, естественно, полный анализ по всем ключам был невозможен. Ну, мы сейчас все знаем, что советы есть, когда пароли нельзя, никакие слова брать в качестве пароля известные какие-то последовательные символы, имена, даты рождения. Но, тем не менее, все этим пользуются, так как это очень проще. И более того, как говорит Шутка, у программистов все пароль висят рядом на стенке. Ну, это, конечно, совершенно неправильно. Ну, давайте теперь вариант. Можно даже сказать, что вариант шифров же нет. В этом варианте вот эта ключевая последовательность или гамма образуется по-другому. Ну, вы, по крайней мере, одна группа ФБ, это Судмила Алексеевна, мы практически уже рассматриваем. Поэтому я очень быстро повторю. А именно шифр с автором ключом. Может, давайте мы все-таки поставим номера, чтобы нам отличать, что это различные шифры. То есть, собственно, зашифровать ключом. Ключом. Секретный ключ, так же, как и в шифре риженера. Секретный ключ и в шифре риженера. Это просто некоторая последовательность из символов алфавита. К. 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 Ну, и, кстати, этот шифр риженера, он называется периодический. Потому что гамма повторяется с периодом R. Это шифр периодический. Периодический называется. С периодом R. Ну, конечно, если период большой сделать и ключ довольно случайно выбран, то взломать очень сложно его. Скажем, там, известные машины, механические, электромеханические, они реализовывают фактически шифр инженеры с очень большим телевизором. Скажем, машина Агелина М-209, которая использовалась во Второй мировой войне в армии С-1 университетах, имела период, здесь фактически реализовывался шифр инженера, и период 101 миллион. И там расшифровка была очень сложная. Вот. То есть это периодический шифр. Шифр, который предлагается с автоключом, он не является периодическим, но это последовательность гамма. Там образуется тоже достаточно простым способом. И он, так же, шифр инженера взламывается. И Людмила Люцина, он останавливает шифр инженера, и, в общем-то, лабораторка на этом построена. То есть секретный ключ. Мощность ключевого пространства, так же, как и раньше, m, t, d, f. Но последовательность гамма образуется по-другому. То есть зашифрование. Открытый текст есть х. Последовательность – 1, 1, 2, x, r. xr-1, xr-2, xr-3 и так далее. Давайте посмотрим, как вырабатывается гамма в этом случае, в который накладывается. Начало точности такое же, а именно k1 подписывается, k2, kr. А дальше используется открытый текст для получения остальной гаммы. А именно подставляется x1, x2, x3 и так далее. То есть сдвинутый открытый текст. Ну и все это так же, как и ранее, суммируется по модулю n. Ну и получается в результате шипов текста. y1, y2, yf, y1 и так далее. То есть здесь уже этот последователь у нас не является периодическим. И, казалось бы, это существенно усложняет криптоанализ. Ну вот, оказалось, что сложность этого криптоанализа шифра остатки в чем? Ну, несущественно сложнее, чем шифра инженера. То есть он тоже взламывается с помощью частотного анализа. Ну, как расшифровывается? Понятно, расшифрование. Расшифрование. То есть законные пользователи имеют этот ключ. И, соответственно, из шифра с текста, из первого блока шифра текста, из R-символа, получаем блок открытого текста. Дальше подставляет следующие R-символы уже в гамму. Получает следующие R-символы открытого текста. Их подставляет сюда. Ну и так далее. То есть шифры сам подключены. Ну, более, может быть, удобный для пользования и более сложный шифр. Шифр книжный. Но тоже его называют книжный, как и книжный, когда мы использовали для моноалфавитной замены. Ну, и здесь он по-другому. Книжный его называют. Ну, названия, в общем-то, разные. В разных странах были. И поэтому, когда они пересекаются, то это нет ничего удивительного. Книжные еще называют бегущей строкой. С бегущей строкой. Секретные ключи. Ну, опять же, некоторая книга. Ну, чем это удобно? Что не надо секретные ключи хранить отдельно, где-то записывать. Ну, в шкафу куча книг стоит. Одна из них является секретным ключом. Ну, не сама книга, естественно, является секретным ключом. А место, из какого будет выбираться вот эта последовательность ГАМ. Т.е. это может быть... Посланное, значит, это, скажем, опять же, указание, с какого места берется последовательность. Вместе с текстом. Книга. И, соответственно, вот... Шифрующая последовательность. Шифрующая последовательность. Шифрующая последовательность. Вот, да. Дальше, шифрование точно так же, как и ранее. Т.е. открытый текст. Открытый текст у нас есть. Х1, Х2, и так далее. Х2, и так далее. И ГАМА. Это выбирается некоторая строка символов из книги. Указывается место, с которого она берется. Страница и номер страниц, с которого последователь наберется. Ну, естественно, там пропускаются пробежки, знания, протянания. Вот, если встречаются, допустим, какие-то цифры, они тоже пропускаются. И берется ГАМА1, ГАМА2, ГАМАn и так далее. Ну, и суммирование, опять же, как и раньше, по модулю М, где, конечно, и Х, и У, и Ж у нас будут из этого же алфавита. Ну, и в результате, это, собственно, ключ у нас, или из ключа полученная последовательность. И в результате получаем шифр в тексте. Y1, Y1, Y2, Yn и так далее. То есть, здесь у нас периода нет. Этот шифр называют Апериодический. Апериодический. Ну, конечно, если книга закончится, и тогда будет брать ее заново, то период шифр появится. Но, в принципе, для того количества текста, которое обычно шифруется, можно считать, что период тут не появится. А Апериодический шифр. И казалось бы, что такой Апериодический шифр позволит сделать его совершенно стойким. То есть, как вы помните, вот шифр в тексте, Апериодический ключ. Сначала определялся период. С помощью, там, фи-теста или, там, статистики, которые тут лабораторные называли, для жизни. Определялся период. А после этого, собственно, каждый символ ключа находился, фактически, из криптоанализа шифра цены. Потому что, ну, здесь очень похоже с автоключом. Здесь такое делать нельзя. То есть, здесь нет ни периода, и знаки вообще не повторяются. Так что, казалось бы, найти это очень сложно. Ну, вот, оказывается, поскольку у нас в языках есть избыточность, и вот вы уже знаете, что она очень большая, там, 06, 07, 08, символов, доля символов избыточная, то есть, там, 70% в каждом естественном языке это избыточные символы. Ну, избыточные символы, конечно, с точки зрения того, что можно закодировать этот текст более коротко. Но не избыточные с точки зрения пользователей. Вот, когда мы с вами разговариваем это, собственно, такая избыточность выработалась исторически в результате коммуникации людей. И если бы была избыточность меньше, это было бы затруднение в общении. Например, даже вот сейчас, если бы я, если бы избыточности не было, я бы один звук какой-то назвал бы неправильно, и фраза была бы абсолютно противоположная или, там, бессмысленная. Вот, а избыточность помогает нам общаться. А для криптографии избыточность двоякую роль играет. С одной стороны, она обредна для тех, кто пользуется шифровами и хочет сделать стойкую защиту. А со стороны криптоаналитика это выгодная вещь в присутствии избыточности. Именно она часто позволяет взломать шифры, используя эту избыточность. В частности, частотный анализ как раз это используется. Что касается здесь, вот из такого шифра. Здесь, фактически, получается, открытый текст суммируется с гаммой. И открытый текст, осмысленный текст, и гамма-осмысленный текст. Вот, оказывается, избыточность такова открытых текстов, что, если просуммировать два открытых текста, осмысленных, в результате получается гамма, внешне совершенно бессмысленная последовательность набора. Вот, оказывается, ее можно разделить как раз на два этих текста осмысленных. И, собственно, восстановить и текст х, и гамму восстановить. То есть это позволяет сделать избыточность. Ну, может, мы позже как идею посмотрим, как тут это делается. Ну, расшифрование понятно законному пользователю. Расшифрование. Расшифрование. То есть, ну, там, мы коротко набираем для любого и х и равняется у минус а и, ну, и по модулю n. По модулю n. Расшифрование законным пользователям. И вы тут видите, в какую сторону идет усложнение шифров с попыткой сделать их более стойкими. Вот эта последовательность не периодическая, но она оказывается плоха, потому что это осмысленный текст, и тут присутствуют буквы разной частоты. Буквы связываемые между собой, и здесь, и здесь. Ну, вот и прежде всего, в этой последовательности драма. Скажем, наиболее частая буква СТ, тут СТ пары будут попадаться значительно раньше, чаще, чем некоторые другие буквы. То есть эта последовательность не является случайной. Ну и понятно, что надо постараться делать эту последовательность как можно более случайной, чтобы не было никакой структуры языка, никакой разницы между частотой появления разных символов или их комбинаций. Ну вот, давайте посмотрим теперь и предложенный в этом направлении шифр. Шифр Вернамо. Вернамо. Или, что называют, одноразовый блокнот. Одноразовый блокнот. Лента одноразового пользования. Лента одноразового пользования. Ну, это предложено вот американским инженером Вернамом 1926 год. Ну, под некоторыми данными несколько раньше. 26-й год. Ну, сам Вернам предложил это делать для двоичного алфавита. Ну, а именно, секретный ключ. Секретный ключ. Здесь... Открыли текст сначала. Открыли текст. Он у Вернамо был. Ну, было предложено... Им было предложено уже кодировать двоичными символами. Ну, собственно, любой текст, как вы знаете, в современных условиях, и кодируется двоичными символами. Есть разные коды. Скажем, есть пятизначный международный код. МТФК-2, где каждый символ пятибитами кодируется. Ну, более известный код АСКИ. Ну, на таком сленге. На сленге у нас. Ну, американский код обмена информации. Этими кодами кодируются символы в персональных компьютерах. И каждый символ семь или восемь битов. Ну, сейчас уже почти всегда восемь подъемных битов. Каждый символ. Вот. И Вернамо предложил. Есть последовательность... Открытого текста. Здесь символы все двоичные. И гамма. Тоже, естественно, двоичная. Гамма-1, гамма-2, гамма-N. У гамма-I тоже принадлежит к 0.1. Вот. В принципе, шифрованный текст получается в результате... То есть гамма тут используется в виде ключа. Вся полностью гамма-это ключ. То есть эта последовательность не образуется с помощью какого-то предварительно короткого ключа. Она сама является ключом. Ну и здесь Y1, Y2, Yn. И просто поразрядная XOR делается. И получается шифрованный текст. Ну, казалось бы, ничего тут слишком нового по сравнению с... Вот. Вот. Водульным гаммирование есть. Ну, и здесь Вернам предложил одну существенную деталь. А именно, последовательность. Это гамма. Выбирается совершенно случайно. То есть, совершенно случайно. Это последовательность независимых равновероятных битв. То есть, можно сказать... То есть, вероятность... То есть, вероятность того, что... То есть, вероятность того, что гамма И... Рамма И равняется фоконуту Альфа и ноль единицей. Ну, И от единицы до Эльфа. Она будет равняться единице поделить на два от единицей. Ну, то есть, все последовательности, они имеют одинаковую вероятность. Одинаковую вероятность. И вот это существенное добавление сразу говорит о том, что... Во-первых, какой бы ни был длинный открытый текст, эта последовательность у нас... Ключ это равен длине открытого текста. Во-вторых, он у нас никогда не будет повторяться, если мы другие будем тексты шифровать таким способом, то эти последовательности должны генерироваться заново, совершенно случайно. Почему он называется одноразовый блокнот? Ну, он как... Действительно, эти последовательности... Вот гамма... Они как-то... Ну, был такой способ... В блокнотах хранить эти последовательности на отдельных листках. Они там сшивались, потом... Если использовалась гамма на одном листочке, то она уже больше не использовалась, и, в принципе, листочек этот либо выбрасывался, либо там даже чернило, с которым он... при взаимодействии с воздухом пропадала запись. То есть использовался только один раз. Другой текст, другой листочек брали. Либо лента одноразово пользуется. То есть каждый отрезок только один раз используется. И вот, как мы увидим дальше, это, собственно, был идеальный шифр. И давайте еще мы его... Это будет у нас вариант А. Именно такой, в каком виде предложил Герлан. Ну, понятно, что этот шифр может быть реализован на любом алфавите. Реализация... Реализация... Реализация на алфавите ЗТ. Ну, этот... Зашифрование. Отличается шифрование. Ну, опять же, открытые тексты у нас х1, х2 и так далее, хn. Гамма. И получается... Здесь суммирование по модулю. Разрядное суммирование по модулю, и мы в результате получаем шифр текста. Но в отличие от предыдущих, скажем, шифра инженера, шифра с автоключом, или шифра с бегущей страховой, здесь гамма совершенно по-другому вырабатывается. Гамма – это совершенно случайная последовательность символов из, соответственно, алфавита ZM. Ну то есть, что значит там она совершенно случайная? То есть, все символы, все символы гамма и независимы в совокупности, если не говорится непопарно, независимы в совокупности. И вероятность того, что гамма I равняется какому-то Z, Z, маленькая Z, там, какому-то G, 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 ZM, то есть символов, то есть символов, какого-то и долфавита, равняется, равняется и единица, поделить на это. И сюда количество символов, какого-то и долфавителя. И вероятность того, что гамма I равняется ZGi, как ответим, ZGi, и I от единицы до N на 2 равняется X на N в цепени. То есть на число всех возможных таких последовательств. То есть и это тоже шрифт Вернамма. Реализация шрифта Вернамма в другом алфавите. Ну и, собственно, как мы увидим дальше, потоковые шифры, которые большинство из них есть как раз шифрами гаммирования, и более того, по модульному гаммированию, и еще более того, реализуется как шифр Вернамма в двоичном алфавите. То вот как раз все они строятся на том, чтобы приблизить вот эту гамма, которая суммируется с открытым текстом, как можно ближе к случайным. Идеальный случай, когда они все, как я сказал, знаки независимы и равновероятны. Но такого идеального случая неудобен в пользу, потому что этот ключ огромной длины в целом получится, его надо будет передавать заранее. Особенно раньше это было очень трудно передавать, когда это все вручную передавалось. Обычно ключи достаточно короткие. ДЕС, который вы будете первые смотреть, это 56 бит. Стандарт шифрования Украины 256 бит. Но долгий спор о том, существуют ли шифры, которые можно построить абсолютно стойко, и нельзя взломать. Или таких шифров не существует. Вот был разрешен Шеноном и его теории секретных систем, доказательством того, что такие шифры существуют все-таки. И вот Шенон показал, что шифр Вернамо как раз есть таким шифром, совершенно секретным, который нельзя взломать. То есть перехваченная критограмма не дает ничего нового об открытом тексте, чем до перехвата. Вот эту мы теорию посмотрим, строгую теорию Шенона позже. Ну, вот путь реализации таких шифров, ясеных, моноалфавитных шифров, то есть полиалфавитных шифров, классических критограмм. Давайте перерывом сделаем. Или важно, а ты с перерывом? Давайте с перерывом. Поехали.